Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимостей. В студии Анна Смирнова. И сегодня у меня в гостях выздоравливающая алкоголичка Байба. Здравствуйте. Добрый день. И выздоравливающий алкоголик Андрей. Добрый день. Добрый день. Напомню, телефонный прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете подключаться, уважаемые радиослушатели. Если у вас есть какие-то вопросы или мнения, вы можете высказывать их в нашей программе. Спасибо вам, что вы пришли. Мы сегодня поговорим о женском и мужском алкоголизме, его отличиях, возможных стереотипах, которые в обществе распространены. Ну и также проявлении, наверное, алкогольной зависимости у мужчин и женщин. Существует такой общепринятый стереотип о том, что женский алкоголизм гораздо страшнее мужского. И вот поскольку у нас сегодня в студии мужчина и женщина, которые прошли через алкогольную зависимость, Байба не пьет уже 22 года, и Андрей 17, 17 лет. Вот что можешь сказать по этому поводу заблуждений, это что женский алкоголизм страшнее мужского. Байба, может быть, с вас начнем. Добрый день. Я не знаю даже, страшнее, он выглядит страшнее, он однозначно на вид страшнее, потому что, ну, когда идет по улице пьяный мужчина, это одно зрелище, когда это женщина, это выглядит совершенно по-другому и воспринимается в обществе, и это совершенно по-другому. Но дело в том, что женщины, как правило, они лучше прячут, они лучше скрывают свою проблему, свой алкоголизм. Скрывают, потому что, ну, потому что дети, потому что пьяная женщина никогда не выглядела привлекательной, скажем так, то, что прощается мужчинам, не прощается женщинам, и так далее, и тому подобное. Плюс у женщины, конечно, вот она старается скрывать, если она пьет, и на работе она это скрывает, и дома она скрывает, и у женщины дети, и для нее это все гораздо сложнее, чем для мужчины. Я думаю, чисто в плане, и мужчины тоже скрывают, естественно, часто скрывают, не скрывают, кто как, очень все индивидуально, но по большей части все-таки женщины стараются скрывать. Скрывать то, что они выпивают, что они плохо выглядят, плохо себя чувствуют. Миф о том, что женский алкоголизм не лечится, ну, я думаю, это миф. То есть алкоголизм не лечится вообще как таковой, но то, что женщины выздоравливают так же, как и мужчины, однозначно, потому что, ну, у нас в движении женщин очень много выздоравливающих. Так что, ну, не думаю, что сказать, что женский алкоголизм. То есть он, есть женщины, которые так же удачно и благополучно выздоравливают, возвращаются в семьи, возвращаются на работу, в общество, и с ними все хорошо, и все прекрасно, живут счастливо. Их меньше, они стесняются, они боятся. Андрей, как Вы считаете, насколько отличия они явны, на Ваш взгляд, исходя из Вашей практики, из Вашего опыта? Ну, я соглашусь с Байбой, что, да, ну, женщина выглядит... Я сам, когда употреблял, ну, мне не нравились пьяные женщины, вот, потому что... То есть на употреблении, когда Вы находились в зависимости, пьяные женщины вызывали у Вас определенного рода такое отторжение. Да, у меня были собутыльницы, и, то есть мне не нравилось, как они себя ведут, ну, на себя, конечно, я не смотрел, вот, но это есть такое. Как вот, как описано, да, ну, в литературе, вот в нашей, да, и вообще там в медицинской, что женщины быстрее, быстрее, ну, как, скатываются вниз, то есть, да... Опускаются на это дно? Да, алкоголь действует быстрее и, ну, разрушительнее на женщину. Но поскольку я в сообществе очень давно, ну, перед глазами прошло очень много женщин, и всегда очень жалко, когда они уходят. Это просто, ну, это мое мнение, да, то, что я говорю, это всегда, это мое мнение, да, я не претендую на истину, само устройство женщины, вот она, ну, вот такая, да, она как мать, вот для женщины важно, чтобы было, ну, вот гнездышко, да, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, чем она будет кормить детей, вот с этим связано. И когда женщина приходит, ну, на первое свое собрание, первое, второе, ей хочется быстро увернуть все потерянное. То есть, если проблема с детьми, хочется быстро наладить с ними отношения, либо вернуть их, если их забрали, сейчас это практикуется. Вот, быстренько вот гнездышко привести в порядок, жилищный вопрос. То есть, такой скорый результат. Да, да, срочно нужно мужа или вернуть, либо обрести нового, и в этом вот, вот это подводный камень, потому что вот этому выздоровлению нужно уделить определенное время, определенное время, а хочется все быстро. И поэтому очень многие, вот на моих глазах сорвались, им потом стыдно возвращаться. Вот это… Ну, а мужчины более настроены на долгосрочную перспективу лечения? Нет, нет, то есть, всякое бывает, просто такой статистики, ну, такой статистики нет, текучка есть, да, потому что это вот, ну, нужно возвращаться, ну, к самим истокам, да, истории. Если случился рецидив, то нужно, собственно, начинать сначала, с самого первого шага. Мы говорим о программе «12 шагов». Да, в общем, да, да, то есть, программа «12 шагов», она, ну, можно свести ее к трем предложениям, как бы гармония, порядок с собой, с социумом, да, то есть, просто умение нормально общаться с людьми, да, вот, и с высшей силой. Мы не религиозная организация, но у нас есть определение, сила более могущественная, чем мы. Ну, вот еще о стереотипах, один из самых, наверное, распространенных, в том числе в обществе, раз уж мы об этом начали, врач-нарколог комментирует, у Илза Максима, давайте послушаем, надевайте, пожалуйста, наушники, что сказала нам доктор. Ассоциируют алкогольную зависимость только с человеком-бомжом, извините, да, но именно, но это уже что-то, что дошло до крайней деградации. Зависимостью болеют довольно социально сохраненные люди, у которых семьи, работы, это чиновники, даже очень серьезные люди, но они болеют этой болезнью и чувствуют себя очень несчастливо. Но алкогольной зависимостью могут болеть очень такие состоятельные, благополучные люди, так что это миф, что это только бомжи. Счастливые люди не пьют, им это не нужно. Ну вот о таком стереотипе, о такой ассоциации, про что говорит доктор, что только социально защищенные люди могут скатываться вот на то самое дно алкоголизма, ведь это тоже такой распространенный миф. Да, да, это миф. Это миф, к сожалению, те, кто уже на самом вот дне, да, ну как вот сказала нарколог, врач, бомж, да, там что-то происходит, что зачастую уже обратного пути нет. То есть если человек научился жить на улице, то есть очень тяжело вернуть его назад, хотя возможно. То есть я не берусь, да, судить, кто будет выздоравливать, кто нет. Просто понятие «одна» определено, то есть это то, с чем человек не может жить дальше. Это невозможность существования в зависимости в этой. Да, то есть настолько плохо, настолько больно. То есть да, это вот сопутствующие факторы покинутость, да, ну естественно. Семья, отворачивается работодатель, не хочет иметь дело, хотя бывает и работа. То есть как описано в литературе, может быть несколько машин в гараже, дом, и все нормально, но человеку настолько плохо, что он не может больше жить. То есть он подумывает о самоубийстве, да, это дно, то есть от которого желательно оттолкнуться. Ну вот врач-психиатр, с которым мы также говорили о зависимостях в нашей программе, он рассказал нам о том, как с медицинской точки зрения появляется тяга. Давайте послушаем Артур Сутинас, врач-психиатр. С биологической стороны в нашем мозгу формируется, например, допамин. Допаминовая система также отвечает, например, на целеустремленность. Если нас что-то интересует в жизни, допамин выделяется, когда мы, например, путешествуем, и зависимость возникает, когда в мозгу возникают связи между допаминовыми системами и все равно какой другой системы. Это может быть алкоголь, наркотики, азартные игры, интернет, или там какой-то особый вид секса. Ну то есть, в принципе, любое поведение может формироваться со временем как зависимость. Если все это перерастает в навязчивость и неконтролируемую регулярность. Да, то есть, допамин способствует исканию удовольствия. То есть, это не гормон счастья, а он заставляет предвосхищать удовольствие. Вот это вот предвосхищение удовольствия, которое говорил доктор, что якобы тебе будет хорошо, на самом деле обманчиво, бывает в отношении зависимости и предмета зависимости. Вот вы это переживали, Байба, как это было у вас? Ну, я начала употреблять в 13 лет, там было пиво, и в общем-то, да, это было хорошо. У меня есть, как бы, ну, я знаю некоторых, которые говорят о том, что у них не было приятных воспоминаний о пьянке, о пьянстве как о таковом. У меня было вот это вот веселое питье, что называется, то есть до определенного времени. Друзья, там, танцы, рестораны, вечеринки. Это было весело все, все это было весело и было хорошо, и, ну, до 28 лет, в общем-то, я с утра была в состоянии проснуться, там, привести себя в порядок, пойти на работу, или там раньше на учебу. Вот, но потом, да, я вот первый раз с утра опохмелелась в 28 лет, и потом очень резко, буквально в течение двух лет. Я вообще пила 17 лет день в день. Сначала это, конечно, было незаметно. Я думаю, очень долго это было незаметно. Ну, как человек выпил и выпил там. Вот, потом, в последние годы уже это было, это было жутко, потому что, потому что я начала пить по утрам. Я не собиралась, как бы, лечиться от этого, я не знаю. Я понимала, что что-то не так, я пью больше, чем другие. Ну, в общем-то, я вообще не задумывалась о алкоголе. Он такой наркоз. Он наркоз, и ты как бы под наркозом живешь. Ты ничего не чувствуешь, собственно. Ни радость, чтобы не чувствовать горе и неприятностей, но в то же время ты особой радости не чувствуешь. А в последние годы вообще, то есть, это было такое, ты уже как на бензине. Я уже по часам знала, когда мне нужно выпить свою дозу, чтобы продолжать день там на работе нормально. Я знала, через сколько часов у меня станет сердце колотиться, мне станет плохо. Вот, на Миннесут я попала случайно. Я туда пошла за справкой, привести себя в порядок, чтобы вернуться на работу. Это был 90-й где-то первый год, только все начиналось у нас в Латвии. Вот. А после Миннесоты как-то стало совсем нерадостно пить, потому что там я услышала мнение медиков, психологов, психиатров, наркологов. Я узнала, что это болезнь. Я узнала, что это моя болезнь, что я ей больна. И когда я вышла из программы Миннесоты, то есть из лечебницы, у меня оставалась иллюзия, потому что мне было непонятно совершенно, как это никогда не пить. А где Новый год, а где Лига? Ну, вообще, ну, как-то нереально звучала фраза «никогда не употребить». Для меня совершенно нереально, неправдоподобно. То есть видеть какую-то радость без употребления химического вещества, видеть её просто потому, что она может быть вне зависимости от того, выпил ты или нет. Это вас пугало? Я не знала, как это, потому что у меня этого не было. Я с 13 лет абсолютно всё делала под шофе, скажем так. Ну, не обязательно там очень пьяно, это уже потом подключилось, в последние годы. Но первое время всё в моей жизни происходило под допингом, под наркозом, для того, чтобы было веселее выпить, потому что грустно выпить, потому что плохо надо. То есть это была универсальная таблетка, это такое универсальное средство на все случаи жизни. На работе тяжело, не решается что-то, не получается. Выпил, как бы, ну, это была такая универсальная, да, универсальное средство на все случаи жизни. И поэтому как-то, когда я слышала выражение «тебе не будет хотеться», для меня это тоже было как-то нереально, не про меня, не обо мне, что я не буду хотеть шампанского, которое я любила. Ну, те вещи, которые мне на вкус нравились, которые я любила. Ну, вот как раз эта тяга, это самое, Андрей, как это было у вас, что касается тяги, вот этого предвосхищения того, как тебе будет, когда ты выпьешь. Вот Байба рассказала о том, что в какой-то момент понимала, что сердце начинает стучать, и, значит, уже вот это вот время пришло, условно будильник такой прозвенел, да, к этому. Как это было у вас? Ну, так же и было. Я тоже где-то с 13 лет начал пить. И я поймал, единственное, я поймал эту мысль, что мне надо выпить, потому что я, ну, кого-то, чего-то стесняюсь. То есть мне нужно было… Чтобы раскрепоститься. Да, для храбрости, вот. Да, мне нравилась эта эйфория, да, я там не сразу начал хулиганить, там, вытворять всякие вещи, но у меня сразу же ушла память, у меня были провалы, буквально сразу провалы памяти. И был период, пока я не похмелялся, да, как говорят, начинается следующая стадия, когда начинаешь похмеляться. Вот. И вот алкоголизм и отличает вот то, что неумение связать поступок с последствиями. То есть, да, я знал, что будет плохо, потом уже под конец я знал, отходить я буду 10 дней. То есть я это знал, но каждый раз… Перед употреблением вы осознавали, что будет плохо? Но каждый раз вот это вот безумие, да, ай, будь что будет, может в этот раз будет легче, может в этот раз я употреблю что-то другое, да, и результат был всё время один. Вот что отличает вот алкоголизм, да, характерные особенности, это вот эта вот нецелостность мышления, да, то есть знал, что будет плохо, и всё равно это делал, а становилось только всё хуже, хуже и хуже, и потом уже я, ну, пил не для того, чтобы было хорошо, а для того, чтобы не было ещё хуже, чтобы не было совсем плохо. Это тоже был наркоз, вот о чём сказала Байва, что… Да, наркоз, анестезия от жизни, от жизни. То есть плохо, кто-то обидел, допустим, да, ситуации разные, да, не заплатили денег, надо выпить. Обида – это обида, да, как у нас говорят, английское слово resentment, да, то есть затяжная обида, смешанная ещё с чем-то. Я не берусь сейчас точно растолковать, то есть это психическое отклонение, то есть это реакция на жизнь, ну, на какие-то действия, как кого бы это ни было, да. И знание о болезни, о том, что такое эндорфины, дофамины, серотонины, не избавляет. Это знание не избавляет от зависимости. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем, потом вернёмся и продолжим. Программа «Выбор». Говорим мы сегодня о женском и мужском алкоголизме. Мы продолжаем программу «Выбор». Сегодня у меня в гостях выздоравливающая алкоголичка Байба. Здравствуйте ещё раз. Добрый день. И выздоравливающий алкоголик Андрей. Ещё раз здравствуйте. Здравствуйте. Также напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы также можете звонить, уважаемые радиослушатели. Говорим мы сегодня об алкогольной зависимости, но зависимость, будь она то алкогольная, наркотическая или игровая, они как-то перекликаются в нашей программе, так уже по традиции. Давайте послушаем, что нам о своей зависимости рассказал выздоравливающий наркоман. Я не могу объяснить ни одному человеку, который не употреблял, что ты чувствуешь, как тебе хорошо, или так далее. Это невозможно объяснить словами. Это из серии, как любовь, словами объяснить же тоже нельзя. Она же прёт. Она прям людей прёт, так они не спят, не едят, они готовы весь мир покорять. То же самое, как я всегда говорил, что если я принял, у меня состояние успеха. Но в моём случае просто у меня нет страха. Говорят, что наркотик создаёт величие человека. Ну, обманчивое, может быть, такое величие. Ну, как бы, как сказать вам величие. Меня тоже на одном этапе, ну, там надо смотреть, они по-разному действуют. Есть, которые, да, придают тебе ощущение того, что ты... Ну, как минимум, работоспособность и какие-то такие... Ну, в любом случае у тебя будет работоспособность, если у тебя физическая зависимость. Тут без вариантов, да. Ты без этого шевелиться просто не можешь уже, да. В принципе, даже ты не испытываешь никакого удовольствия уже давно. Удовольствие от наркомании, да, оно на первом этапе. Там, так, если процентуально выразиться, первый процентов, ну, может быть, так, 5-10. Вот что касается удовольствия от принятия алкоголя, как долго оно длится? Ну, у меня, да, было в самом начальном периоде, когда я начал употреблять, ну, была такая вот эйфория, да, наступал момент, когда после какой-то дозы я начинал уже любить всех, ну, минут 20. Любовь ко всему миру и человечеству длилась 20 минут у вас. Хотелось так всем помочь, так, но потом, потом наступал мрак. С утра я ненавидел всех, себя в том числе. Такой контраст очень большой. Очень большой контраст. Восприятие происходящего. Очень большой контраст. Вот, и, ну, как я уже говорил, то есть, я уже потом пил просто, чтобы, чтобы заглушить боль. Я знал, что хорошо мне не будет. Способность там к этому веселью, да, уже, она давно исчезла. Это, 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 как у нас говорят, ну, такое мрачное, чернушное такое состояние, тяжелое такое, вот, да. Вот, и, а то, что на, то, что происходило на утро, ну, это уже не описать. То есть, там целый букет уже идет, да. Как вот он... в этих процентах, что, о чем говорит, говорил мой гость, оздоравливающий наркоман, что вот эти 5%, ну, 10% это удовольствие, все остальное, это уже, ну, невозможность справиться, по сути, это ненависть. Ну, там, да, там не описать, действительно, я тут соглашусь, тут настолько, со знаком минус, богатый букет, да, ну, то, что чувств, да, ну, вообще алкоголизм, ну, болезнь чувств, да, все чувства притупляются, извращаются. Как у нас говорят, инстинкты сами повреждены, повреждены, они гипертрофированы, они извращены. Ну, вот говоря о чувствах байба, а чувство успеха, такого лжеуспеха, может быть, и величия какого-то, оно присутствует вот у алкоголика? Как это было на вашем примере? Ну, величие это вряд ли, скорее, я была всю жизнь, сколько я себя помню, очень закомплексованной, у меня был комплекс неполноценности, ну, это мне с детства подарили, родители, но это не видно никогда было, всем почему-то казалось наоборот, что ко мне страшно подойти, пригласить на танец, или, что очень, такое очень высокое мнение о себе, это маска. Ну, такая защитная. Защитная, да, защитная маска. Просто было, скажем так, работать было легче и веселее, первые годы, да, было весело. Я работала начальником отдела снабжения, мне было весело и хорошо общаться, мне нужно было много общаться, доставать там материалы, и по тем временам. И потом тоже, ну, практически большую часть жизни работала с людьми, и это помогало, да, это помогало. Находить контакт, в том числе взаимодействовать, ну, по работе. Да, конечно, а если ты еще вместе, продуктивно, вместе, да, если ты еще вместе, там, в основном строительстве, это мужчина с ними еще и, там, коньяк привезешь, разопьешь, так вообще дела. Располагает. Да, 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 более успешно, как говорится, переговоры двигались. Но это только все первое время, потом, конечно, последние годы, это просто, да, это все такое черное, это все такое страшное, это все на глазах у сына. Ему тогда было, ему было 15 лет, когда она остановила свое, свое употребление, прекратила. До этого он насмотрелся, напереживался, конечно, и я помню, я все помню, вот говорят, столько лет не пьешь уже, как бы все забыл, как, ну, не трудно ли сопереживать тем, кто приходит новенький, да, вот они, они рассказывают, они плачут, их трясет, да, что вроде, да ты уже давно забыла, как это, нет, но это не так? Нет, это не забывается. До сих пор бывает, когда приходит новый человек, он рассказывает, что это бывает, даже плачу, до 40 лет вообще не позволяло себе плакать, такое воспитание было. То есть, теперь у меня разморозились чувства, разморолились здесь эмоции, я научилась без употребления алкоголя, да, без этого допинга, я научилась, это вся жизнь, ты учишься абсолютно всю жизнь жить заново, по-другому. Я ничего не умела без этого делать, и мне приходилось потихоньку, по мере того, как я трезвела, выздоравливала, возвращался разум, чувства, эмоции, и я училась потихонечку всё заново общаться, любить, работать, абсолютно всё, веселиться, танцевать, абсолютно всё, это нужно было, как ребёнку, учиться заново, делать заново, на трезвую голову. У нас вопрос, который пришёл в WhatsApp от Николая, он спрашивает, при состоянии опьянения у вас сила воли полностью пропадала, или вы как-то себя усилием воли контролировали? Ну вот что касается воли, это такой интересный момент, потому что один из моих гостей говорил, что наркотик, мы говорили о наркомании, наркотик только и ждёт, когда я положусь на свою силу воли. Это так вот очень парадоксально, наверное. Ну что касается вопроса Николая, может быть, Андрей, как ответите на него? Сила воли, она пропадала, или был какой-то в этом состоянии? Ну, желание хотя бы, импульс к контролю. Лично у меня контроль пропадал, потому что есть у нас такое определение, как вот этот феномен тяги, это как магнит, от которого не избежишь. До того, как я, скажем, взял рюмку, я могу что-то делать. Есть целый арсенал, там всякие способы, с этим можно что-то делать. Ну, если я уже эту рюмку намахнул, скажу, как есть, то никакой воли, если у человека есть воля, значит, он тяжёлый пьяница. Он может прекратить усилием воли, я не знаю, пойти в бассейн. Ну, какую-то альтернативу себе найти, и это нужно разделять пьяницу от алкоголя. Да, да, вот именно в этом, да. То есть, тяжёлый пьяница, может, у него есть воля, у меня эта воля пропадала. Хотя в трезвом, то есть, иногда алкоголиков упрекают, вот, безвольный, ну, и мне это говорили, возьми себя в руки, вот ты безвольный, вот посмотри там, я не знаю, там, на Сидора, вот он какой сильный, да. У трезвого алкоголика воли сколько угодно. Сколько угодно. На какие только героические поступки не приходилось делать, чтобы достать. Сколько энергии, я не знаю, это можно с десятиядерным компьютером сравнить. Чтобы достать. Потому что я употреблял ещё в то тяжёлое время, когда и сухой закон был, и талоны, вот это я всё помню. Достать. Это же был такой экшен. Какая нужна предприимчивость. Да, добирались, добирались в такую даль, то есть, в лёгкой одежде зимой. То есть, это что, воле не нужно? Но если я употребил, воля, всё. Отключается. Ноль. Ноль воли. Лично у меня так. Потому что я хронический алкоголик, да. То есть, вот этим отличается. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9, вы также можете звонить, уважаемые радиослушатели, и писать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Вот как раз о феномене тяги. Давайте сейчас послушаем, что нам о своей зависимости рассказывал, от игромании рассказывал игроман, и о её последствиях также он говорил. Давайте послушаем эту историю. Било такое время, что я вообще, я говорю, не хотел жить, я плакал и так, я не знал вообще, что делать, да. И, может, что-то ушло или как. И мне просто пропала эта тяга играть. Я знаю, что это такое, да. Если бы мне сейчас была тяга играть, то я бы был, я бы от вас вышел и пошёл бы играть. Мне бы ничего не остановило. Я просто знаю, если бы я с мелким ребёнком ехал в машине, он вообще там, ну, не знаю, седанец, который... И всё, у меня такая тяга, что я останавливаюсь, иду, иду играть. Это как-то от самого чувства. То есть это было вместе с ребёнком или вы каким-то образом? Ну, нет, я его ставил в машине и пошёл играть. Вот эта история, которую рассказал мой гость, мне кажется, очень показательная, такая довольно страшная. Насколько разрушительной тяга к алкоголю была у вас, если говорить на каком-то примере? Вот вы уже рассказывали о том, что ваш подросток, ребёнок тоже видел это всё, как он осмотрелся. Как эта тяга проявлялась? Ну, были какие-то моменты, когда я его оставляла у сестры уже, у покойной. Уходило просто, что я знала, что, ну, я... То есть как мать я ничего дать не могу от меня, толку никакого ему не будет. Тяга, ну, пример, я могу сказать пример, когда на утро, это уже были последние годы моей пьянки, фактически, наверное, последний год, даже полтора, меня под руки переводили через шоссе на зелёный свет. Я не могла перейти. У меня это был такой страх, это было такое, уже сказалось, что машины сейчас все рванут с места просто. Вот я не могла перейти через шоссе, но я знала, что другой дороги туда нет, на точку, куда мы ходили за спиртом. И мне нужно было перейти. Я знала, если я перейду, я выживу. Вот, то есть меня буквально под руку переводили, молодую женщину, это жуть. Тяга, это, ну, она не останавливает, её невозможно. Я сейчас знаю, допустим, если я хотя бы каплю, хотя бы грамм попадёт в мой организм алкоголь, эта тяга вернётся на физическом уровне, и это страшнее, я не могу вообще представить, что может быть страшнее. То есть будет запущен этот механизм, последствия которого неизвестны, могут быть необратимыми. Естественно. У меня иллюзий уже нету никаких абсолютно. Я за эти годы видела, как это работает, когда люди по 15 лет, там, меньше, больше, они не употребляли, и они срываются, и как потом трудно вернуться, потому что тут работает такая вещь, что как бы организм старается наверстать упущенное, и ты тогда начинаешь за все эти годы упиваться, что называется, что ты не употреблял. И вернёшься, сможешь ли ты вообще ещё вернуться, и как это даже, ну. Я вообще даже не думаю об этом. То есть мысли в ту сторону. Однозначно это... Ну, у меня просто вот стоит алкоголь, чёрточка, смерть, всё. У меня иллюзий ноль. Ну вот как раз о смерти, о страхе смерти история, которую нам рассказывал выздоравливающий алкоголик о своей тяге, и также то, как проявлялась его зависимость. Давайте послушаем. Хотя ты бравируешься, ты улыбаешься, ты пытаешься показать, что нет, 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 я хочу пью, хочу не пью, я в любой момент могу остановиться. Но в тот момент, когда ты это признаёшь, уже бывает очень поздно. И самостоятельно это сделать практически невозможно. И страх смерти не пугал? Нет, ни в коем случае. Но он был? Да, конечно. Но не мог остановить? Нет. У меня было несколько случаев, когда действительно был конкретный страх смерти, когда, например, когда я был закодированный, поднимал эту рюмку, когда всё равно ты веришь врачам, которые тебе сказали, что ты тут можешь умереть, ты, скорее всего, даже умрёшь, если выпьешь. Это страшно, но ты всё равно пьёшь. И прислушиваешься к организму, как ты начнёшь умирать. Когда это не происходит, это тогда ура, можно продолжать. Ну, страх смерти посещал вас? Насколько он мог остановить? Ну, посещать он посещал не раз. У меня вообще за спиной 4 аварии в употреблении на автомобиле. У всех там мой сын сзади сидел. Я последние годы, он был всё время. Но остановить, когда присутствует эта физическая тяга, у меня, я могу только за себя сказать, в моём организме, ничто, абсолютно ничто не может остановить. Это жутко. Это страшно, это жутко, но это так. Ни мысль о том, что у меня сын, что нужно его вырастить, поставить на ноги. Ничто другое вообще. Ни как это выглядит, ни как это будет увидено, услышано, понято. Ничего из этого абсолютно не работает. Это просто настолько это... Это жутко, эта тяга. И вот самое, наверное, тяжело это понять, что я перед ней бессильна. Потому что люди с ней борются и уходят из этого мира. Потому что они считают, что они могут. Вот у меня так практически почти вся семья и очень много знакомых ушли в молодом возрасте и в нормальном возрасте. Потому что, когда я своим примером, то есть говорю, можно, есть выход, приходите, давайте, ну, можно жить без всего этого, жить счастливым, и всё будет хорошо. И вот эта фраза «я сам, я сама, я сам справлюсь, я сама справлюсь». Ну, у меня в жизни столько примеров, когда люди просто уходили из этой жизни. Ну, так или иначе, осознать это нужно самому. Осознать эту зависимость. И как это было у вас, это осознание, как оно пришло? Потому что одна из моих гостей, выздоравливающих от алкоголизма, она сказала, что этот день, когда она это осознала и поняла, что тебе нужно что-то делать, и жизнь стала уже неуправляемой, нужно каким-то образом искать пути выздоровления, этот день она называла самым худшим, и самым лучшим одновременно в своей жизни? Ну, как-то, как бы у меня это было за несколько заходов. То есть я пришла в программу «Несот», и я оттуда ушла. Но у меня была ещё иллюзия, что я теперь, у меня столько знаний, я теперь знаю про болезни, я знаю про алкоголизм, и я же научусь, как все, ну, нормально. И я меняла и градусы, и напитки, и места, и людей. То есть я перепробовала там, я экспериментировала пять лет. Пять лет. Пять лет до того, как я поняла, что всё, я просто погибаю от алкоголя, и это уже были просто вот от откачки до откачки. Два, две, три, четыре недели, и состояние было жуткое, конечно, во всех планах, и физическом, и психическом, и душевном, и духовном. Я помню последний свой день, это когда мне сын сказал, что почему у всех мама, как мама, а у меня мама пьяница, я не буду с тобой жить, я уйду. А он захлопнул дверь и ушёл. И тогда у меня что-то перекрыло просто. Я поняла, что я потеряла до этого всё, и работу, от меня отвернулись, и друзья знакомые, все родственники. То есть я и так уже была одна, и это последнее, что у меня ещё осталось, это сын. То есть не было ни денег, уже давно ничего не было. Он ушёл хлопнуть дверью, и я поняла, что всё, вот я, у жизни нет ни смысла, ни содержания, и я ничего не могу с этим сделать. И я помню, я всю ночь, меня приехали, ну, у меня знакомые уже были, анонимные алкоголики, я с ними. Я периодически возвращалась, какое-то время держалась, потом опять срывалась вот так пять лет после Миннесоты. Позвонила нашим братьям-сёстрам, они приехали, ну, они медики по образованию, провели мне детоксикацию. И я помню, что я всю ночь молилась и кричала. Куда-то вверх кому-то я орала, что, Господи, избавь меня от этой тяги, пожалуйста, только убери от меня эту тягу, избавь ей. И потом пошла на собрание, и так день за днём, день за днём, и эта тяга ушла. Она ушла, её не было, вот 22 года её не было ни дня, ни разу, слава Господи. Я не знаю, что это такое, я надеюсь, что не узнаю. Теперь уже в моих руках, то есть просто не употребить первую рюмку, первый стакан, первую каплю. Вы рассказали сейчас об этом примере, о ситуации, истории с сыном, и такой вот, наверное, рубежный момент, возможно, это был в вашей жизни. Вот герой фильма «Через иглу» наркоман Эдис Виттелинч, он рассказывал о своей зависимости в этой программе, о границе тёмного и светлого. Давайте послушаем небольшой отрывок. Ещё один момент, который у меня вызвал из фильма такое, по-настоящему, наверное, щемящее чувство, когда вы собираете металл, чтобы сдать его и получить деньги, вы ломаете детскую игрушку, чтобы отделить конструкцию, ну, то есть, чтобы лишнее убрать и оставить только металлическую конструкцию для сдачи. И в этом есть какой-то, на мой взгляд, такой контраст светлого и тёмного. Вот вы чувствовали эту границу между? Нет. Полностью все какие-то такие чувства, ну, заглушены. Я не давал вообще ему волю. Хорошо, плохо. В этой жизни есть что-то главнее, что в первую очередь. И правильно, неправильно, это уже, ну, неважно. Конечно, были какие-то такие вот, ну, нельзя там бабушек трогать, детей. Ну, принципы в этом смысле. Принципы, да, в этой жизни. Ну, и то не всем эти, они такие даны. Ну, я очень старался людей вообще не трогать. Если я ворую, то я ворую то, что плохо привязано. Вот эта вот граница, о чём он говорил, между тем, что плохо, что хорошо, она стирается, в том числе у алкоголика. Чувствуете зависимость в процессе своей одержимости, какие-то рамки вообще? Ну, конечно. Ну, как рамки? Ну, такое, скажем так, насильственное обращение. Я кричала, я орала, я могла кричать, повышать голос, скажем так. Это присутствовало. Но я выносила вещи из дома, то есть было такое, что у меня по дороге становилось плохо. Я ещё была по пути в магазин, и просто шли навстречу двое мужчин молодых. И я просто встала, я говорю, ребята, я говорю, у меня сейчас сердце остановится, достаньте где-то 100 грамм. Они куда-то побежали, достали, принесли. Ну, видимо, были в курсе, что это такое, да, потому что, ну, обычному человеку это навряд ли понятно, что это за состояние. То есть я могла попросить вот просто у незнакомых прохожих, чтобы, ну, это единичный случай. Но присутствует и враньё, и притворство, и вот это вот выносить из дома, и отдал животяное, что ты никогда не отдашь. Да, всё что угодно. И, похоже, с игрушкой у меня было такое с копилкой сына. Он своими руками сделал копилку, и мне не на что было похмелиться, и я её просто топором раскурочила, и он это до сих пор помнит. Вот. Так что такие, такие моменты имеют место быть, потому что, ну, это настолько, настолько страшная сила, сильная и страшная сила, вот эта вот и зависимость, и тяга, что ты практически, ну, ты не власти над собой. Ты просто не власти над собой. И каким бы ты хорошим человеком ни был, конечно, я таких крайних, никаких поступков не совершала, никого не грабила, не оборола, но, тем не менее, тем не менее, такие совершенно непристойные поступки и поведение. Ну, вот о рисках, которые сопровождают, возможно, сопровождают и сегодня тех, кто выздоравливает. Давайте послушаем ещё небольшой отрывок рассказа нашей гости, выздоравливающей от алкогольной зависимости женщины. Я могу первую рюмку, первый бокал, первое, вот это вот, отказаться спокойно. Мне несложно это сделать, на самом деле. Но если я уже выпила одну, я потом уже не могу отказаться. Я не знаю, почему это так. Это вот тоже в нашей литературе описано, и много на собраниях об этом говорится, что есть вот такой феномен тяги. Поэтому, то есть, если какое-то вот, как, да, параллель, если проводить с аллергией, да, вот у меня попадает какое-то количество, маленькое количество алкоголя в тело, и оно вызывает вот какую-то тягу на физическом уровне, и я не могу больше ей противостоять. Я не знаю, сколько, сколько вот моя эта доза, да, там, может быть, я конфету прозят, съем, и мне там пойду. Я знаю, да, случаи есть, которые срывались. От конфеты? Да, от прозят. Ну, от тщинки. Да, 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 если там сильно много алкогольное, да, типа нормально, а потом уже после пятой конфеты, уже, ну, что там уже терять, да, как бы. То есть так не рекомендуется, вот при, как сказать, когда перестаёшь пить, начинаешь вести трезвый образ жизни. Например, лекарства там на спирту, да, я тоже до сих пор не пью, просто потому, что я не хочу рисковать. Вот, Андрей, о рисках всё-таки в трезвой жизни, как выздоравливающему человеку переживать эти риски, и как сегодня вообще, как получается жить без рецидивов, как этого достичь? Ну, вот мы сейчас всё это время, ну, как бы, ну, рассказывали о себе, то есть говорили о проблеме, да, о том, как действует алкоголь, как он разрушает, то есть самого человека, ну, естественно, всё, что вокруг него, да, то есть разрушает. А вот как жить без рецидивов, вот это и есть, этот выход, это решение. То есть вот это наша программа действий, да, ну, если сказать, ну, вот, совсем простыми, ну, словами, это с помощью, ну, я не знаю, с Божьей помощью научиться не обижаться, не реагировать на всякие удары жизни, прочувствовать все чувства, да, то есть пережить все ситуации в трезвом состоянии, если я это переживу в трезвом состоянии, допустим, не знаю, там, банальная ситуация, девушка бросила, ну, предательство, да. Раньше я бы непременно моментально сбегал бы в магазин и залил бы это. Это было невыносимо. Сейчас я пережил это. В трезвом состоянии. Мне больше не нужно. То есть я научился этому, да, тут вот как Байба говорила, учиться всему. Я научился общаться с людьми. То есть я стараюсь держать слово. Вот из мелочей состоит, да. То есть у нас есть определенная программа действий, которой желательно сделать, чтобы вот этих самых рецидивов и не было бы, да. То есть у меня сейчас нету причины, ну, нету причины, чтобы выпить, да, чтобы залить что-то, анестезировать, да. Я могу справиться с ситуацией. Я пытаюсь отвечать за себя, за свою жизнь, да. Если я с кем-то договорился, я стараюсь это сделать, да. Я не реагирую на раздражители так, как раньше. Я позволяю этому миру быть таким, какой он есть, не менять его, да. Ну вот вам, как и Байби, выздоравливать помогло содружество анонимных алкоголиков. Давайте назовем номер телефона для тех, кто, может быть, хочет обратиться за консультацией или помощью, содружество. Да, называю номер телефона группы 253-285-34. Да, 253-285-34. Это номер телефона содружества анонимных алкоголиков, участниками которого являются мои сегодняшние гости. Спасибо вам, что вы пришли. Байби, Андрей, благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. Да, всего доброго и до свидания.